МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Самарском университете прошла очередная стратегическая сессия. 90% жилого фонда в Самаре подключено к теплу. Когда батареи потеплеют во всех зданиях города, рассказали на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Запреты, ограничения для онлайн-операций и дополнительная защита клиентов в банках. Эксперты рассказали, какие законы вступают в силу в октябре. Как вести себя работодателю во время мобилизации? Должен ли он вручать повестки своим сотрудникам? И как быть, если подчиненный в отпуске? Яркие эмоции, зрелищная игра и катастрофическое невезение. Самарские крылья советов закрыли программу 11-го тура домашним матчем с Краснодаром. Каким должен быть город будущего? Об этом говорили на заключительной сессии по обсуждению проекта «Стратегия развития Самары». По традиции, она прошла в точке кипения Самарского университета. Участникам, представителям экспертного сообщества, активным гражданам предоставили результаты корректировки и актуализации стратегии, которая проводилась на площадке университета на протяжении нескольких месяцев. В обсуждении приняли участие глава города Елена Лапушкина, председатель общественной палаты областного центра Габибулла Хасаев, ректор Самарского университета Владимир Богатырев и многие другие. Подробности в репортаже Ольги Павловой. О приоритетах, рисках и новых возможностях социально-экономического развития Самары до 2025 года рассказывает ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Город, богатый ресурсами и первоклассными специалистами в области науки, экономики и IT-сферы, должен развиваться и идти много со временем. По данным социсследований, жители Самары высоко оценивают созданные возможности и условия для культурного и спортивного досуга. Впрочем, по мнению горожан и экспертов, столица региона также должна расти и в плане экономики, цифровизации, инновационных проектов. В стратегии заложено видение, то есть, какими мы будем на горизонте 2025 год, заложена также миссия и несколько целей, так называемых стратегических целей. Это четыре стратегические цели. Это наше экономическое развитие, социальное развитие, развитие самоуправления и также развитие городской среды, то есть развитие дорог, экологии и так далее. Городской округ Самары занимает ведущее место в потребительском рынке региона. Доля города в розничном товарообороте в первом полугодии этого года составила 44%. Самостоятельной отраслью экономики стал и туризм. В 2021 году в Самару прибыло более 700 тысяч туристов из-за рубежа регионов России. Наш город обладает большим потенциалом для развития курортного, спортивного, религиозного и гастрономического туризма. Исторический центр Самары в 2019 году получил статус исторического поселения регионального значения. В стратегии развития города до 2025 года, сохранении целостности исторического поселения, решении вопросов о праве собственности на землю, обновлении инженерных сетей, расширении сети пешеходных маршрутов. Хочу сказать, что Самарский университет активно участвовал в научно-исследовательской, аналитической работе, подготовке обновленного документа. Вместе мы нашли способ организовать работу при всех пандемийных ограничениях. Вместе мы проводим завершающий этап в условиях стремительно меняющейся ситуации и обстановке новых вызовов. Но при любых условиях стремиться к развитию города, к благополучию граждан, это наша с вами непосредственная обязанность. Стратегия развития городского округа Самара обеспечила достойное место городского округа Самара среди сопоставимых городов и России, и мира. Во втором скорректированном варианте стратегии развития города развития внутригородских районов в столице региона их девять. Вопросы, связанные с качеством жилищных условий, уровню благоустройства, доступностью социальной и транспортной инфраструктуры. Именно в масштабе одного района предлагается оценивать мероприятия по улучшению качества городской среды. Также стратегия дополнена новыми приоритетными направлениями. Новые цели и задачи связаны прежде всего с участием города в реализации национальных проектов. С 2019 года городской округ участвует в реализации 10 национальных проектов. По каждому из них администрации городского округа Самара проводится масштабная работа. Также в документе о стратегии развития города до 2025 года представлены задачи по развитию проекта «Комфортная городская среда и экологическому благополучию региона». Но самое главное, как отметил председатель общественной палаты городского округа Самара Габибала Хасаев, все идеи необходимо привести к общему знаменателю и постараться не потерять ничего из того, что было предложено. Стратегию комплексного развития города до 2025 года приняли в Самаре в 2013 году. В процессе разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители Самары. Благодаря возможности горожан высказывать свои идеи и пожелания, обращать внимание на ключевые вопросы, утвержденная стратегия оказалась успешной. Документ, над которым работали 3500 самарцев, вошел в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН по жилищному строительству и устойчивому развитию городов. Разработчики называют ее «Стратегией общественного согласия». Проект прошел широкое общественное обсуждение с привлечением ведущих социологов и применением новой технологии социологического эхолота. Скорриксированный вариант стратегии развития города до 2025 года после сегодняшнего обсуждения отправят на утверждение в Стратегический городской совет, после чего в конце этого года примут городской думой. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Спустя неделю с начала отопительного сезона теплом в Самаре обеспечивается более 8,5 тысяч многоквартирных домов. Это практически 90% от общего числа. Такие цифры звучали сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии во время подведения итогов работы за прошедший период. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. На совещании также рассказали, что сейчас отоплением почти на 100% снабжаются основные объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, медучреждения и дома ребенка с круглосуточным пребыванием. К их подключению подошли в приоритетном порядке. Как отметил первый вице-мэр Владимир Василенко, сейчас не подключены некоторые учебные заведения среднего и высшего образования, но и в них уже в ближайшее время станет тепло. Также продолжается работа по точечному подключению к отоплению многоквартирных зданий. По детским садам включены 100%, школы включены 100%, больницы, которые на сегодняшний день включены 100%. В этом вопросе я имею в виду, где с пребыванием граждан, дома ребенка – это тоже включены 100%. Сегодня не включены учебные заведения, но они не включают ни по причине неготовности, а по причине погоды. Поэтому они выжидают погоду и подают заявку и включают. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», которая станет последней на первой ветке городской подземки. Сейчас идет вынос инженерных коммуникаций, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий, газовой магистрали. Работы проводятся в районе скверов возле улицы Галактионовской. Напомню, в связи с возведением нового объекта, движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро, временно закрыто. Кроме того, ориентировочно 8 октября предстоит временно, на 39 дней, ограничить движение на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Новосадовой. Здесь на первом этапе работ также произведут переустройство инженерных коммуникаций, чтобы затем на следующем этапе обеспечить возможность работы счета и тоннеля проходческого комплекса. Региональный заказчик, администрация Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан. К временным неудобствам просят жителей областного центра отнестись с пониманием. Ведь в 2024 году после завершения строительства метро появится множество преимуществ. Самара – один из самых крупных городов в Поволжье, и жителям отдаленных районов сейчас требуется много времени, чтобы добраться до исторического и культурного центра областной столицы. После введения в эксплуатацию новой станции на это потребуется порядка 20-25 минут. Интервал движения поездов сократится с 12-15 минут до 5-8. Вместе с тем разгрузятся наземные транспортные магистрали. Это во много раз повышает транспортную доступность, привлекательность центра города для жителей окраин. Некоторые люди живут на Безымянке или там где-нибудь в районе Ставропольской и приезжают сюда раз в год, раз в полгода. А сейчас появляется возможность сесть в метро и уже здесь без пробок. Это просто наш город приближает к себе, то есть и сердца людей будут ближе. А вот те неудобства, которые существуют, ну надо их перетерпеть. Этим летом депутаты Самарской городской думы проверяли качество исполнения работ по благоустройству дворов. Результаты этого контроля, а также другие темы обсудили на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры. Какие предложения подготовили депутаты, расскажем в следующем сюжете. Благоустройство дворов производят качественно. Об этом говорили депутаты, которые летом контролировали исполнение работ. Они отмечают, что такие программы пользуются популярностью, поэтому нужно увеличить финансирование проектов. От Думы городского округа Самара было направлено и в профильный комитет, и в адрес руководителя Самарской Думы обращение с тем, чтобы при исполнении бюджета статья расходов внутри дворовой территории, внутри городским районам была увеличена. В том числе дополнительные деньги предусмотрят и на ремонт старых площадок в тех дворах, что еще ждут очереди на благоустройство. При рассмотрении бюджетов можно будет предусмотреть какие-то небольшие деньги на районы, именно как для МБУ по содержанию этих детских площадок, лавочек, козырьков. Также депутаты на заседании Комитета по развитию городской инфраструктуры обсудили работу ярмарок и готовность к отопительному сезону. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. В Самаре продолжается активный сбор гуманитарной помощи. Сегодня была отправлена очередная партия ценного груза о том, как и чем помогают самарцы, расскажет наш корреспондент Александр Гусева. Очередной грузовик, заполненный коробками с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик, отправляется в зону СВО. В них теплые вещи, продукты, лекарства, книги и констовары для детей. Вещи собирали всем миром. Представители общественных организаций и бизнеса, а также простые жители. Сбор помощи был открыт в офисе исполкома Народного фронта Самарской области, который стал инициатором акции в рамках проекта «Всё для победы». Гуманитарную помощь приносят разные. И даже мы приезжаем иногда, звонки пенсионеров, и говорят, что мы сами не можем привезти. И мы тогда сами выезжаем и привозим. Например, одна из пенсионеров попросила, чтобы там очень много от внуков осталось детских энциклопедий, красивых, ярких. Мы тоже приехали, забрали и тоже передадим. Жители городов, оказавшихся в зоне проведения специальной военной операции, испытывают много бытовых проблем. И в преддверии зимы особенно нуждаются в тёплой одежде. У нас каждую неделю уходит с Самарского исполкома Волжский проспект 19 машины с гуманитарной помощью, которую мы собираем, во-первых, для людей, которые у нас находятся на территории Донецка и Луганской народных республик, а во-вторых, для народной милиции Луганска и Донецка. И этот груз собирают обычные люди, жители Самарской области. Доставлять гуманитарные грузы на территорию Донбасса Народному фронту помогают сотрудники Росгвардии. Уже несколько раз мы помогали доставлять грузы жителям Донбасса. Это то, что на самом деле им сейчас необходимо, особенно в условиях приближающейся зимы. Помочь жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей может любой желающий. Список необходимых вещей можно уточнить на официальном сайте Народного фронта. Александр Гусева, Николай Епифанов, События. Как вести себя работодателю во время мобилизации? Должен ли он вручать повестки своим сотрудникам, если об этом попросили в военкомате? И как быть, если подчиненный в отпуске или на удаленке? Советы юристов в нашем сюжете. В законе Российской Федерации четко прописана модель поведения работодателя в случае мобилизации. На сегодняшний день на руководителей предприятий и организаций возложена обязанность содействовать государству при осуществлении воинского учета. Иными словами, если об этом попросят в военкомате, работодатель должен под подпись вручить повестку работнику. Для этого представитель военкомата должен передать повестки работодателю. Но в случае, если интересующий сотрудник находится на больничном или в отпуске, работодатель не обязан его искать, чтобы вручить документ. Если вдруг представитель военкомата пришел к работодателю, а у него в отделе кадров уже лежат приказы на отпуск, возможно, больничный, таким образом работодатель может подтвердить, предоставив копии этих документов, что он не может вручить таким-то сотрудникам повестки. В законе ничего не говорится об удаленке, поскольку, когда он принимался, такой формы работы еще не было. При этом в случае работы удаленной сотрудник может находиться в другом городе или даже стране. И вручить ему повестку лично работодатель не сможет. Исходя из общих принципов, скажем так, права и наступления ответственности, если работник находится на удаленке и работодатель не имеет возможности ему лично вручить, я, как юрист, считаю, что такой работодатель должен быть освобожден от ответственности, если он докажет, что он предпринял действие, например, он позвонил, написал работнику, предупредил, что есть повестка, пригласил прийти, работник не пришел. Я лично не считаю, что работодатель обязан за ним бегать и к нему домой бежать. Военкомат имеет право запросить у организации списки сотрудников, подлежащих мобилизации. Но не по телефону, а только в письменном виде. Ведь речь идет о распространении персональных данных. В случае невручения сотруднику повестки со стороны работодателя для последнего предусмотрена административная ответственность. Должностному лицу грозит штраф до 3000 рублей. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. В ближайшие выходные 8 и 9 октября в Кировском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин. Посетителям будет доступен широкий ассортимент товаров, в том числе и сельскохозяйственные продукции. Ярмарка откроется в 8 утра на улице Дальнее на территории агропарк Самары и будет работать до 8 часов вечера. Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести в железнодорожном районе на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Со вторника по воскресенье с 9 утра до 7 вечера на ярмарке выходного дня в поселке Мехзавод УДК «Октябрь» по субботам и воскресеньям с 8 утра до 8 вечера. Изменения в банковской сфере. Новая форма информирования клиентов о вкладах, ограничения на онлайн-операции, обжалование, попадание компаний в красный сектор так называемого банковского светофора. В октябре вступают в силу законы, большая часть которых касается финансовой сферы жизни россиян. Мы обсудили изменения с экспертами. Вместо примечаний мелким шрифтом понятная и удобная таблица. Именно в такой форме с октября этого года банки обязаны предоставлять клиентам всю информацию по вкладам. Нововведение поможет сделать взаимоотношения с кредитными организациями более прозрачными, считают эксперты. Очень много было споров, сложностей, даже судебных споров относительно скрытых процентов, скрытой информации. Информации, которые мелким шрифтом под галочкой где-то там в конце 100-й страницы. И это делало непрозрачными отношениями. По сути, банк целенаправленно шаг за шагом делает взаимоотношения между банками, кредитными учреждениями и клиентами более прозрачными. С 1 октября теперь мы будем информацию получать онлайн и оффлайн от банков по вкладам в табличной, понятной, простой форме. С этого месяца клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Установить запрет на дистанционные каналы можно будет в отношении отдельных услуг либо на все операции. Можно установить, какие конкретные действия можно производить с помощью онлайн-сервисов, какие нельзя. То есть какие-то переводы можно вообще запретить, чтобы проходили. Можно установить лимит относительно того, какое количество денег можно переводить каким-то лицам. И самое главное, можно установить невозможность получения кредита онлайн. Теперь у потребителей есть такое право написать заявление, подать это заявление и, соответственно, уже банк на основании этого заявления обязан это установить. Форма заявления и порядок подачи этого заявления в законе не прописаны. Это каждая кредитная организация устанавливается отдельно. То есть это нужно будет уточнять непосредственно в том банке, в котором обслуживается. Есть изменения и для организации. Напомним, с июля вступил в силу так называемый светофор. Все компании банк разделил на три группы по степени надежности. В зеленый сектор попали клиенты, деятельность которых не вызывает вопросов и подозрений. В желтой – компанией с рисками, а в красной – с признаками незаконных операций. Для последних банки приостанавливают все операции по счетам и запрещают выдачу денег. По каким критериям, в какое сектор попадает юридическое лицо, на самом деле никто не знает. Центробанк хранит их в секрете для того, чтобы избежать как раз возможности обхода этих положений. Из практики можно сказать, что в красный сектор попадают юридические лица, у которых, например, только транзитные операции проходят по счетам, либо денежные средства пришли и сразу были списаны, особенно когда они выводятся на расчетные счета физических лиц. А также банки очень остро реагируют, когда они просят, чтобы юридическое лицо подтвердило обоснованность той или иной финансовой операции документами, а юридическое лицо, соответственно, игнорирует. Вот игнорировать нельзя. Это прямая дорога, соответственно, в красную зону. С октября в России конкретизировали механизм попадания в красную зону и появилась возможность это обжаловать. Если компания в течение полугода не обжалует попадание в красную зону, не предоставит соответствующий документ, условно, скажем, не обелится, не перейдет в другую категорию, то эта компания может быть ликвидирована в административном порядке. Директора и учредителя такой компании могут дисквалифицировать на три года. В течение этого срока не получится открыть новую компанию и руководить ею. Чтобы не попасть в зону высокого риска, нужно проявлять бдительность, говорят эксперты, и следить за рейтингом партнеров и вести бизнес прозрачно. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Яркие эмоции, зрелищная игра и катастрофическое невезение. Самарские крылья советов закрыли программу 11-го тура домашним матчем с Краснодаром. Подопечные Игоря Осенькина разошлись миром с одним из лидеров чемпионата России. О самых ярких событиях матча расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Жесткие стычки на поле, изобилие голевых моментов и скупые цифры на табло. Так можно описать заключительный матч 11-го тура РФПЛ между крыльями Советов и Краснодаром. Южане приехали на берега Волги в статусе лидеров, но события на зеленом газоне явно развивались не по сценарию Александра Старожука. В этот вечер на поле блистали два молодых игрока, нападающий самарцев Сергей Пеняев и голкипер гостей Матвей Сафонов. Последнего в итоге признали лучшим футболистом поединка. Подопечные Игоря Усенькина доминировали на поле практически все 90 с лишним минут. В первом тайме Пеняев проверил на прочность каркас ворот Краснодара, после этого нанес несколько эффектных ударов со штрафных. Но вратарь сборной России еще раз доказал, что он по праву является первым номером дружины Валерия Карпина. После перерыва крылья Советов имели еще один стопроцентный момент. Глушенков навесил в штрафную соперника, на передачу откликнулся Евгениев. Роман пробил створ ворот головой, но Сафонов сумел вытащить мяч с линии ворот. Этот эпизод стал ключевым, арбитр долго пересматривал повтор. Судейскому корпусу показалось, что мяч мог пересечь ленточку. Решение Сухого самарским болельщикам в итоге не понравилось, взятие ворот не засчитали. В итоге поединок закончился нулевой ничьей. После игры Игорь Усенькин отметил, что в этот вечер крылья Советов столкнулись с катастрофическим невезением. Очень трудно комментировать, что не хватило для того, чтобы мяч зашел, пересек линию и так далее. Ну, в любом случае, в таких, после таких игр тренер должен сказать, если есть игра, очки будут. Сторожук остался доволен результатом матча. Ничейный хороший для нас результат, исходя из происходящего на поле. После 11 матчей крылья Советов имеют в своем активе 11 очков и занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. Уже 9 октября волжане померятся силами со столичным Спартаком на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СООБЩЕНИЕ ПОЛИЦИИ СООБЩЕНИЕ ПОЛИЦИИ В ней рассказывают, что дорожные рабочие приступили к ремонту Южного моста. Ход работ можно оценить, глядя на прикрепленные фотографии. 4 октября 1922 года исполняется 90 лет со дня образования гражданской обороны. Об этом напоминают в телеграм-канале Железнодорожного района. Знаковое событие произошло в 1932 году, когда постановлением Совета народных комиссаров СССР была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР. Сегодня гражданская оборона – важнейший механизм реализации всех основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности людей. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в телеграм-канале рассказывает, как быстро подписаться на актуальные новости Пенсионного фонда и публикует QR-коды, с помощью которых это можно сделать. Информация может быть интересна не только пенсионерам, но и тем, кому скоро выходить на заслуженный отдых, а также родителям, усыновителям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Они могут получить ответы на интересующие их вопросы, разъяснение пенсионного и социального законодательства, а также информацию о государственных мерах поддержки. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!